Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. И сейчас я хочу рассказать, как я быстренько люблю питаться и очень вкусно. Я сейчас хочу приготовить рыбку на пару и быстренько рассказать вам, как я это делаю. Все очень просто, просто мега просто. Значит так, понадобится нам рыбка, семга. Я беру в Ашане филе кусочек. Так как у меня вот эта вот штучка небольшая, поэтому сюда помещается одна рыбка. Не, ну две-три можно рыбу положить, но я люблю ее делать с овощами. Мы будем сегодня делать с овощами, с разными. Я взяла два больших грибочка, пять маленьких помидорочек турецких. Будет у нас кабачок и будет у нас красный перчик. Все я помыла уже. В принципе, рыбку я от чешуи отделила. И теперь я буду просто выкладывать, вот так вот посрединке я кладу нашу рыбку. Дальше я помидорчики, не знаю, что мне с ними делать, положить так или пополовиночки. Давайте я их, да, их удобнее есть, кстати, так будет. Я даже не буду сердцевинки вытаскивать, потому что они здесь совершенно очень маленькие. В принципе, я такие маленькие помидорчики ем целиком. Мы их разрезаем пополам. Выкладываем. Шусьонгу. Больше у меня даже может все не поместиться. Также грибочки. Эх, разделю вот так в три части. Уж какой жесткий. Приготовим. Все надо еще. Я думаю, нормально будет. Также выкладываем. Грибы вообще очень люблю на пару. Кстати, вот в этом варианте я еще не готовила. Я готовила... Я два гриба взяла, надеюсь, одного вообще с головой. Я хочу, чтобы все поместилось. Очень люблю перчик. Блин. Поменьше разделю. Вот это я наготовила. Приготовила. То есть, я думала, будет много места. Я вообще не нарадуюсь, на самом деле, своей мультиварочке. Так. Теперь я возьму несколько кружочков кабачков. Это все мои любимые просто. Найлюбимые овощи. Если где-то что-то, я всегда заказываю там в ресторане. Я заказываю именно эти овощи. Так. Что я забыла, кстати. Вот, видите, начала снимать и забыла. Забыла. Мы возьмем перчик с вами. Соль. И приправы для рыбы. Нам нашу рыбку нужно привести немножечко в порядок. Вот, 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 вот приправку. Обычная приправа, вот, на каждый день для рыбы. Мы ее с двух сторон с вами посыпем. Также посолим. Все делаю совсем чуть-чуть, потому для меня лучше недосоленое, чем пересоленое. Я вообще, как будто, чуть-чуть обратно ложу. Просто все вот так вот перемешку. То есть нет никакой конкретной правильного распорядка, в общем, укладывания. Вот так это все. Еще можно овощи чуть-чуть присолить. Кто ест без соли, вообще молодцы. Теперь я беру лимончик. Выдавлю. Овощи. Итак, я немного отвлеклась, закипятила чайник, залила уже сюда кипящую воду, чтобы быстрее этот процесс был. Так, все это я выложила. Сейчас немножечко поперчу. Забрызнули лимончиком, да? Немножечко поперчу. Я считаю, что это вообще очень здоровая еда. Все натуральное, все свежее практически. Приготовлено на пару, никакого масла, ничего. И просто мое тело и мой организм говорит мне спасибо за такую еду. Поэтому я беру с вами. Причем это очень быстро готовится. Вот смотрите, какая красота получилась. Ти-ди-ди. Потом покажу вам, когда все это приготовится. Я не буду ждать, пока все это закипит. Дело. Я сразу открою. Ну, закипит. И тогда начнется отсчет. Я уже сразу поставлю. Та-дам. и закрываю. Она запикает, как только будет готово. А я тем временем, раз уж поставила чайник, попью чай. И заодно не буду перебивать себе аппетит, не буду ни с какими вкусняшками. Просто все время думала, какое же видео создать, чтобы я поделилась своими вкусняшками. Есть такие вещи, которые просто я обожаю, я их открыла для себя. Например, я никогда не любила зефирку. Но в Ашане я нашла попробовать просто зефирку. Вот, смотрите, в таких пакетиках розовенькая. Вот. Я зефир не очень люблю. И увидела эти зефирки, думаю, дай я возьму. Оказывается, они с начинкой. Если они свежие, они просто нереальные. Но в Ашане я брала ни разу. Ни свежих не было. Мне очень нравится. Прям вот нежность, прелесть, вот эта начиночка там такая очень вкусная. Я рекомендую. Если вы видите, просто попробуйте хотя бы. Конечно, на вкус и цвет, но я тащусь от них вообще просто. Еще есть одни вкусняшки, но я их тоже покажу вам. Я их сама тоже недавно для себя открыла. Я не знаю, темный лес какой-то. И еще тоже достаточно полезно, как бы, да, ну, не вредно во всяком случае. Я покупаю себе вот такие штуки для детей. Пюрешки, фруктовые салатики для детей. Ну, вы знаете, все самое лучшее детям, поэтому я тоже считаю себя большим ребенком, где-то в какой-то степени, что касается здоровой пищи. Нужно как детям практически все. Просто в них, что прикольно есть. Есть такие фруктоняня и есть вот ягуша. Тоже для себя сделала открытие с печенюшкой. Есть с творогом и с печенюшкой. Очень нереальный вкус. Прям классный-классный. И я беру вот эти вот огушки с печеньем. Если брать большие магазины, то в принципе, не везде они продаются с печеньями, вот с творогом, что-то там редко. В основном обычные яблочные штуки продаются. Вот такая огуша. А это сами-су-сами. Так попробовать решила, не брала раньше. Вот такие дела. Все, я поделилась. Скоро я буду кушать. Кушать полезно. Надеюсь, вы тоже последуйте моему примеру и будете кушать вкусно, полезно. И что самое главное, для меня быстро. Без всяких затрат. Так, с вами была Селена Свея. Если вам понравился мой рецептик, то ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok